Ну а теперь к событию, внимание которому на этой неделе было приковано не только со стороны новосибирцев, но и многочисленных гостей. На три дня наш город, по сути, превратился в транспортную столицу России. В Новосибирском экспоцентре проходили совещания, круглые столы и конференции. Итогом Международного форума «Транспорт Сибири» стали несколько важных подписанных соглашений. Уже известно, что 4-й мост и Юго-Западный транзит будут строить на основе государственно-частного партнерства. О том, что ждет дорожную отрасль в ближайшие годы, в сюжете Сергея Толмачева. Принцип работы – два лазерных сканера с обеих сторон и шесть цифровых камер, соединенных с инерциальной системой. Такая машина заменяет десятки геодезистов. Не нужно проводить долгие исследования. Камеры верят рельеф местности на расстоянии 500 метров и выдают готовую картинку в формате 3D. Потом в нее можно вставлять проекты новых дорог и сразу получать геодезическую привязку к местности. Проекты делаются у нас по Новосибирской области и по Алтаю. То есть мы реально объезжаем там кое-какие объекты. На этом форуме представлены 153 компании из пяти стран. Демонстрируют новейшие технологии не только в строительстве дорог, но и в обеспечении безопасности на них. В нашей области вдоль трасс установят вот такие пункты связи, в тех местах, где связь обычная, недоступна. В случае экстренной ситуации нужно просто нажать кнопку и поговорить с диспетчером. А такое приспособление поможет точно определить виноватых, если ДТП случилось на пешеходном переходе. В отличие от других систем, наша система делит пешеходный переход на определенные зоны и производит детекцию этого пешеходного перехода пешеходами. Но главный итог форума – это подписание соглашения между областным правительством и Росавтодором. Лечь идет не только о привлечении крупнейшей дорожной компании к строительству трасс в Новосибирской области. Это соглашение позволит в полной мере использовать схему государственно-частного партнерства. Ближайшие два проекта в рамках ГЧФ, в рамках концессии – это то, что я говорил, о чем мы сегодня уже обсуждали на круглом столе. Это действительно восточный обход, который идет по программе федеральной, целевой программе за счет федеральных средств. А мы считаем, что значительно усилит роль и перспективность восточного, эффективность восточного обхода – это, конечно, юго-западный транзит. Поэтому вот над этим рамки. Второй проект, который уже на стадии выхода. Мы однозначно, Максим Юрьевич, первую половину этого года проведем, объявим конкурс на предквалификацию, с тем, чтобы уже до конца года объявить конкурс на инвестора. Скорее всего, в этих проектах будут использовать схему концессии, когда инвестор за свой счет строит дорогу, а уже потом несколько лет получает деньги из бюджетов разных уровней. Или право сделать дорогу платной, тоже на несколько лет. В любом случае, для крупного бизнеса это вложения, которые окупятся с лихвой. В нашем регионе эти схемы уже работают. Что касается проектов государственного частного партнерства и тех, которые могут быть реализованы здесь, в Сибири, то с удовольствием хочу отметить, что такие проекты здесь формируются, генерируются. И причем не просто на словах, по многим из них, например, 4-й мост уже разработана проектная документация, которая в скором времени будет проходить государственную экспертизу. И это, конечно, станет основой для уже обоснованной заявки предоставления средств из федерального бюджета в качестве гранта для поддержки проекта государственного частного партнерства. В Новосибирской области успешно работает агентство инвестиционного развития, главная задача которого именно привлечение инвестиций на территорию региона. На форуме подписали еще одно соглашение с агентством федеральным. Смысл его состоит действительно в практическом развитии взаимодействия региональной структуры ответственной за привлечение инвестиций и федеральной структуры, которая уже активно участвует и имеет серьезный опыт в привлечении негосударственных средств на дорожные бюджеты. Кроме того, наша область может рассчитывать на деньги из специального фонда. Отчисления в него идут от логистических компаний. Средства, которые собираются на федеральном уровне за счет прохождения по федеральным трассам большегрузных автомобилей с наряженной массой больше 12 тонн, могут быть использованы для проектов региональных дорожных фондов, преимущественно реализуемых на принципах государственного частного партнерства. Параллельно с транспортным форумом все эти три дня проходила выставка «Автосиб», на которой были представлены не только новинки автопрома. Здесь можно увидеть не только машину, которую угонял Юрий Деточкин, но и даже такую, в которой целый полчаса проспал Штирлиц. Ну, а это легендарная «Эмка», машина, которая прошла все фронты Второй мировой войны. Это образца 1938 года выпуска и сейчас на ходу. Максимальная скорость 105 км в час. Сергей Толмачев, Антон Мамаев, Олег Сурков. Специально для итогов недели. Продолжение следует...